Всех приветствую на канале NoNamEasy. Меня зовут Дмитрий. И это наше четвертое занятие по сборке дымовой трубы, которая имеет высоту 80 метров над уровнем земли. Мы закончили на том, что нам осталось всего несколько связей, и практически каркас у нас будет закончен. Единственное, я нашел здесь ошибку. Ошибка заключается в том, что последнее наше действие, связанное с тем, что мы делали массив наших связей, неправильно. И поэтому нам нужно переделать массив. Массив не 5,550, а 5,450. 5,450, и тогда все станет на свои места. Как видите, теперь у нас отверстия все совпадают, и связи все на своих местах. Поэтому берем следующую связь, позиция 27 у нас. Нет, это нам не подходит. Нам подходит связь позиция 26. Берем эту связь, позиция 26, и устанавливаем ее на место. Что нам еще можно сделать при выборе вставить компонент? Мы предварительно можем... Видите, у нас всплывает такое окошечко. Мы можем предварительно производить действие с нашим элементом. Берем, нажимаем условия сопряжения, кто не застал, и все заново приходится повторять, но повторять приходится одно и то же, поэтому, я думаю, вы быстро наверстаете, потому что вся сборка сводится к нескольким действиям. И они достаточно простые. Всего лишь несколько сопряжений помогают соврать вот такую большую конструкцию, как дымовая труба. А вот и нет. Уже нам не подходит деталь 26 в нашем каркасе, поэтому нажимаем крестик, нажимаем на нашу связь, и нажимаем кнопку Delete. Да, удалить со всеми сопряжениями. Значит, нам нужно искать другую. 26, 27, дальше у нас 28, значит, нам подходит где-то 30, 31. Давайте попробуем. Все их сейчас отобразим. Так, 34 нам подходит тогда вот эти 3. 31, 32, 33. Нажимаем открыть, достаем 31, достаем 32, ОК, и достаем 33. Нажимаем ОК. Теперь пытаемся 31 поставить на место. Нажимаем галочку, теперь концентричность выбираем, сопряжение, нажимаем галочку, и вторую концентричность также выбираем. Нажали вторую галочку. Все, связь эта теперь подходит. Нам теперь нужно следующую распорку установить, я думаю, что это будет вот 32 позиция. Берем, нажимаем сопряжение, совпадение, выбираем первую плоскость, вторую плоскость. Теперь выбираем концентричность, выбираем внутреннюю плоскость диаметра, также здесь внутренняя плоскость диаметра. Нажимаем галочку, смотрим, все ли нам подходит. Все подходит. Теперь фиксируем положение еще одной концентричностью. Нажимаем галочку ОК. Теперь время пришло для последней связи. Нажимаем совпадение, ставим плоскость, плоскость. Теперь также через концентричность решаем наш вопрос. Для этого выбираем вот это отверстие, совпадает с этим отверстием. А вот это отверстие совпадает с этим. Все, ставим галочку. Как видим, связь подходит. Что мы теперь делаем? У нас есть наши плоскости, с помощью которых мы решаем вопросы. И в данном случае нам необходима плоскость 1. Берем линейный массив, зеркальное отражение, плоскость 1. Выбираем связь, ставим галочку. Все, связь отложена. Теперь нам необходима дополнительная плоскость. Для этого во вкладке сборка справочной геометрии выбираем плоскость. Берем плоскость трубы верхнюю, плоскость трубы нижнюю. И у нас получается средняя плоскость. Теперь выбираем линейный массив компонентов, зеркальное отражение компонентов, выбираем плоскость, выбираем две связи. Нажимаем галочку. Все в связи отложено. Закрываем нашу плоскость. шестую. Скрыть. Следующее действие. Это у нас плоскость. Так, третья нам подходит. Вторая не подходит. Что за дела? Нам что, ни одна плоскость не подходит? Не может такого быть. Сейчас мы посмотрим. Четвертая нам точно не подходит. Пятая тоже. Ну, давайте сделаем свою плоскость. Что нам вниз ходить, если мы всегда можем сделать свои плоскости новые? Нам же их не солить. Почему мы их экономим? Раз. Два. Мы получаем среднюю плоскость, которая нам и нужна. Теперь мы делаем зеркальное отражение компонентов. Выбираем плоскость 7. Нет, не грань. А плоскость 7. Теперь выбираем все связи. Эту, эту, эту и эту. Нажимаем галочку. ОК. Лично. Теперь точно так же создаем еще одну плоскость. Выбираем фланцы. Получаем среднюю плоскость. И можем теперь сразу все четыре связи. Делаем зеркальное отражение. Выбираем плоскость 8. Выбираем все связи на этой высоте. высота. Выбирали все связи. Нажимаем галочку. Отлично. Связи отложились. Что мы делаем в дальнейшем? Надо нам замерить, соответствует ли у нас высота. высота. 5,350. Давайте попробуем. Не уверен, что получится, но давайте. Нажимаем вкладку сборка. Берем линейный массив компонентов. Выбираем направление. Вот вертикально у нас будет направление. Только не грань. Хотя грань тоже можно не грань, а кромку. Видите, стрелочка вниз. Меняем направление. Выбираем теперь расстояние 5,350. Теперь нам необходимо выбрать компоненты массива. И выделяем все наши связи. мы что-то опять не попадаем. Но мы сейчас поэкспериментируем. Теперь выбираем связи пока что. Так. 5,350. Видно мало. давайте 5,450. Как мы меряем? Непонятно. 5,450 подходит. Так. Здесь тоже подходит. И здесь. И здесь. Вот. Ставим ОК. А если мы нажмем 3 копии, то опять не подходит. Нажимаем ОК. Есть. Связи отложены. Что мы теперь делаем? Повторяем нашу операцию. Мы выбрали линейный массив и к тому же вот у нас последний выбранный нами массив, который мы до этого делали, он уже автоматом у нас заложен. Поэтому нам остается выбрать направление движения. Это движение будет у нас вертикальное. Так. Вот здесь. Там мы видим, что кромка уже не вертикальная. Теперь выбираем меняем направление движения. Так. И нам подходит 5,500. Давайте выберем 5,550. Все. 5,550. И можем ли мы сделать это несколько раз? Нет. Несколько раз не получается. Нажимаем галочку. Как видим, нам осталась последняя позиция. Но в последнем массиве у нас пошло что-то не так. И у нас задвоилась система. Поэтому мы выбираем удалим линейный массив. Потому что удвоение нам не нужно. Нажали удалить. И теперь быстренько сделаем линейный массив компонентов. Выбираем направление. Направление будет вертикальное. Меняем его и выбираем все связи интересующие нас. связь. Так. И верхняя связь. Все. Выбрали. Нажимаем галочку. 5550 подходит. Нажали галочку. И последнее действие. Вернее последняя двойная секция. Нажимаем линейный массив. Выбираем направление. Направление у нас вертикальное. Выбираем компоненты массива и двойную секцию. Последнюю также мы давайте выберем. так почти выбрали. Так. Двойная секция. 5550 не подходит. Выберем 5450 и отлично тогда у нас встают все наши связи и распорки. Делаем галочку. Последняя секция это у нас давайте попробуем если у нас там еще что-то дымовая труба. Нет последняя позиция все-таки у нас 33 и она должна у нас будет встать 32 позиция у нас должна будет встать сюда. Для этого мы нажимаем вкладку анализировать измеряем расстояние между отверстиями. Расстояние между отверстиями у нас по центрам. Если вы хотите изменить я на ровно 1000 расстояние как замерять вы можете нажать вот здесь кнопочка измерения дуги окружности и выбрать от центра к центру минимальная максимальная и настройка. То есть вы сможете если от одного от левого допустим отверстия от центра до края отверстия. 1000 мм откладываем сборка линейный массив компонентов направление выбираем расстояние 1000 мм выбираем компоненты массива 1 2 2 3 4 нажали галочку все трубы у нас теперь стоят теперь нам остается сделать поставить лестнице давайте начнем и площадки с ограждениями начнем с первой лестнице разбираться нажимаем вставить компоненты выбираем первую стремянку нажимаем открыть дождаться завершения команды давайте дождемся потому что у нас зависло мы сейчас тогда с вами сейчас прервемся я дождусь а дальше снова появлюсь всех приветствую еще раз на нашем канале видно нам придется сократить нашу сборку в дымовой трубе так как у нас лестницы стремянки они тоже похерились значит мы ограничимся всеми связями которые мы собрали а также ограничимся нашими площадками которыми которые вы сможете проставить самостоятельно как в предыдущем занятии и тогда у нас тема сборки уже будет закрыта я надеюсь что данный мини курс был вам полезен вашей дальнейшей работе мы сможем приступить теперь к анимации нашей дымовой трубы так что всем спасибо за внимание удачи пока нет удачи